Друзья, приветствую! Евгений из Балтийско-Калининградской области прислал посылку с образцами масла Liqui Moly Diesel Sintoil 540 полнозольное масло для дизелей. Допуск по АП это CF, по оси А3B4, Mercedes-Benz 229.3 и 505 Volkswagen. Да, еще BMW Long Life. Вот этикетки с канистры, описание масла от производителя, два листочка, ну и описание от Евгения. Так, смотрите здесь, сейчас покажу вам фото БК, 18 километров в час, средняя скорость, максимальная 182, 11.3 расход, 8000 километров, 253 моточаса. Так, вот описание, более чем подробное на двух страницах. Значит, чем примечательны данные образцы? Масло провело в двигателе два года. Здесь три баночки, две свежего, одна отработка. Значит, одно свежее с семнадцатого года. Евгений попросил сравнить его с эталоном. Ну и понятно, да, отработка. Так, вот отработка немножко пролилась. Я почистил, подписал. Ну, давайте приступим. Значит, первым делом, естественно, я создам эталон. Посмотрим, что намерит прибор, какие показатели. Ну и далее проверим отработку. Так, смотрите, вот такая спектрограмма. В общем-то, эстеры, если они и есть, то их вообще минимальное количество. Я так понимаю, что масло, да, даже не полиэстеры, а какие-то обычные, там в районе процента, максимум полтора. Далее выбираю это масло. Я так понимаю, что это масло SPAO как минимум. Синтойл вроде как линейка такая синтетическая. Так, смотрите, противоизносных присадок сто восемь процентов. Видно такой хороший уровень. Выставляют как сто процентов. И, значит, сам прибор намерил щелочное кислотное. Сейчас, секунду покажу вам. Здесь немножко пришлось растягивать по времени. Перестарался. Сорян. 1,59 кислотное и 10,6 щелочное. Очень похоже на А3Б4. И даже такое низкое, значит, кислотное 1,59. Редкость, когда на А3Б4. Так, значит, отработка Audi A6 C5 2002 года. 2,5 турбодизель. 155 сил с чипом EGR катализатор в помойке. Объем масла 6 литров. Пробег больше 250 тысяч. Неизвестно науке сколько там. Ну и вот видите, долито 300 грамм масла. Значит, 57 процентов противоизносных присадок. Гликоля нет. Нитрование нарастает. Ну, постепенно. Значит, 0,42 процента сажи. Ну, нормальный уровень, в принципе. Так, начало срабатываться кислотное щелочное. 3,28. Это кислотное. Но здесь уже, видите, сажи прилично. Видимо, это влияет. 5 щелочное и 291 воды. Ну, в принципе, все нормально. Масло подрабатывается по чуть-чуть уже. В принципе, не так много ему осталось. Но, тем не менее, оно еще живое, оно еще рабочее. Вот, сейчас покажу вам. Да, учитывая, что 5 процентов было долито в виде доливки от общего объема. Сейчас покажу вам сравнение вязкости свежей отработки. По баночке семнадцатого года свежая чуть-чуть отличалась от эталона. Значит, на 0,3 щелочное было ниже и чуть выше кислотное на 0,11. В принципе, это может быть условие хранения. Ну, и в пять лет чуть-чуть там подзакислилось даже в баночке. Не знаю, открыто, не открыто было. Так, смотрите, здесь есть небольшое разжижение на треть примерно, плюс 34 процента от максимального. Ну, тоже нормально, с учетом того, сколько масла провело в картере. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь на канал. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И сейчас покажу вам, какой получился прогноз по ресурсу. Ну, практически десять тысяч девять девятьсот, пятьсот пятьдесят девять моточасов у меня получилось. По оксидам азота нет никаких проблем. По вязкости тоже, как видите, еще запас ого-го. Ну, в общем-то, отлично себя проявило с учетом того, что два года в картере. Вот, и за это время такой небольшой пробег. По километражам уточню, моточасов-то прилично. Да, здесь я немножко ошибся. 452, хотя надо 453, прошу прощения. Уже не стал переделать. Ну, так имейте в виду. Ну, 560 часов минус пять процентов доливка. Ну, и я думаю, что все-таки два года некоторым образом повлияло. Мне кажется, что масло могло отработать чуть-чуть получше. Ну, такое мое мнение, по крайней мере. Попадает туда и противоизноска. В общем-то, кислотное уже такое достаточно серьезно подросло в два раза. Хотя тоже не криминал. В общем-то, моточасов-то мама не горюй, как говорится. Отличное масло, крепкое. Автомобиль неплохо работает с учетом пробега и возраста. Вот, даже пассажи 0,42 процента. Отличный, мне кажется, показатель для работы топливной. Вот такой получился тест. Благодарю Евгения за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.